Второе послание к Тимофею святого апостола Павла Глава первая Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа по обетованию и жизни во Христе Иисусе, Тимофею возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть Тебя, вспоминая о слезах Твоих, дабы мне исполнится радость и приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабке Твоей Лаиде и матери Твоей Эвнике, уверен, что она и в Тебе. По сей причине напоминаю Тебе возгревать дар Божий, который в Тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязнь, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычных. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все сиски оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился ус моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа воный день, а сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь. Глава вторая Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Помни, Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Верно Слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем, если терпим, то с Ним и царствовать будем, если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная перед Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истин. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и Слово их, как рак, будет распространяться. Таковы и Миней и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правдой, верой, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Глава третья Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглый, напыщенный, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Ксим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так Исии противятся истины, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в антиохии, иконе, и листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А Ты пребывай в том, чему научен и что Тебе вверено, зная, кем Ты научен. При том же Ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить Тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен, Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Глава четвертая Итак, заклинаю Тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басне. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение Твое. Ибо я уже становлюсь жертвой их, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Демас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения, тихий-ка я послал в Афес. Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вмениться им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники. И я избавился из львиных челюсти, и избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствуй Прискилу и Акилу и дома Несифоров. Эраст остался в Каринфе. Трофима же я оставил больного в Мелике. Постарайся прийти до зимы. Приветствую тебя Эвул и Пут и Линд и Клавдия и все братья. Господь Иисус Христос за Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь. Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 353 день программы Библия на каждый день, во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы читаем и изучаем 62-ю книгу Библии, второе послание апостола Павла Тимофею. Отрывок для чтения на сегодня – главы с первой по четвертую в этом послании. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Библия. Что это за книга? Существует множество ответов на этот вопрос, отражающих палитру мировоззрений представителей человечества. Кто-то считает ее сборником первобытных мифов и пастушеских песен, иные – коллекции знаний древних мудрецов, другие – закодированным посланием из космоса, некто – архаизированными жреческими текстами. А что сама Библия говорит о себе, своем происхождении, статусе, цели? Какие действия она призвана совершить в своих читателях? Все это в сегодняшней беседе, которая заглавлена так – «Анотация к Библии». Прочитаем во 2-м послании Тимофею в 3-й главе стихи о цели Библии, о ее статусе и о действиях, которые она призвана совершить. В 15-м стихе содержится формулировка «целей». Священное Писание сказано «могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Главная цель Библии таким образом – принести спасение. Не просто познакомить нас с историей, даже не просто рассказать о Боге, но показать, как обрести спасение от грехов. Спасение от вечной гибели. Библия помогает достичь этой цели, предлагая мудрость. В 15-м стихе сказано «священные писания могут умудрить тебя». Они содержат знания, они содержат информацию, истину Божью. Умудрить тебя сказано «во спасение верою во Христа Иисуса». Цель священных писаний заключается в том, чтобы познакомить нас с личностью Спасителя Иисуса Христа. Однако, даже если человек будет знать Библию наизусть и в совершенстве владеть всеми доктринами, этого самого по себе недостаточно, чтобы обеспечить спасение. Необходима вера. Умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Итак, спасение обретается верой во Христа, открытого в Библии. Для этого нужна мудрость, которая содержится в Священном Писании. Следующее утверждение исследуемого нами отрывка касается статуса Священного Писания. В 16 стихе говорится «все Писание богодухновенно». Слово «богодухновенно» в оригинале в греческом «теопнеостос», то есть дословно «то, что вдохнул Бог». Материал Библии – это не человеческие мысли и идеи. Во-первых, пророки Библии порою писали то, что сами не понимали. Книга пророка Даниила, 12 глава, стихи 8, 9 и 13 – один из таких примеров. «Я слышал это, но не понял. И потому сказал, господин мой, что же после этого будет? И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени, а ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Пророк Даниил умер, так и не поняв до конца всех пророчеств, которые сам записал. Библейские пророки порою не соглашались с вестью, которую Господь желал через них передать. Самым ярким примером здесь является пророк Иона. Пророки Библии порою не желали говорить, не желали передавать Божью весть. Книга пророка Иеремии, 20 глава, стихи 7 по 9. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен, Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Пророки Божьи, как правило, были непопулярны, потому что они передавали не свою весть. «Все Писание богодухновенно». Это слово «богодухновенно», то, что вдохнул Бог, напоминает нам о процессе сотворения человека на земле. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Безжизненная масса ожила, когда Бог вдунул свое дыхание. Подобным же образом обстоит дело из Библии, она богодухновенна. Это живое слово. В послании к евреям, в 4 главе, в 12 стихе написано «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Жизненная сила Библии объясняется жизнью, которую вдохнул в нее сам Бог. Очарование, которое производит Библия, способность удовлетворить все запросы души, свидетельствует о божественном происхождении этой книги. Обратили ли вы внимание, какая часть Библии богодухновенна? Сказано «все Писание». Термин «Писание» в Библии используется для обозначения богодухновенных книг. Нельзя подходить к Библии избирательно. В таком случае мы делаем себя мерилом Слово Божье. Оно не дает никому такого права. Все книги Библии, от книги бытия до откровения, вне зависимости от того, написаны ли они до жизни и служения Иисуса Христа или после, равноавторитетны и предписательны в вопросах спасения. Теперь мы готовы рассмотреть действия, которые совершает Священное Писание в своих читателях. При этом важно не забыть цель Библии, которая заключается в том, чтобы дать человеку спасение во Христе Иисусе. Достижение этой цели представлено в стихах 16 и 17. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Первый шаг здесь – научение. Мы должны изучить Библию для обретения спасения. Вопреки распространенному отношению к ней, Библия – это не талисман, который непременно должен находиться в доме. От нее не будет пользы, если не посвящать время ее исследованию. Вот что на эту тему написано в 20 главе Евангелия от Иоанна, в стихах 30 и 31. «Много сотворил Иисус предучениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Это первое действие Библии на учении одновременно содержит в себе и условия. Научить можно только того, кто желает учиться. Необходимо признать факт своей ущербности в этой области. Только так Библия сможет выполнить свое предназначение. В противном случае лучше даже и не начинать. Однако, к сожалению, многие относятся к Библии не как ученики, а как ученые, то есть смотря на нее сверху вниз, свысока, оценивая ее уже своими, какими-то сложившимися критериями. И если она этим критериям не соответствует, оставляют ее в стороне. Однако сама Библия не дает права относиться к ней свысока, снисходительно. Библия очень категорично касательно своей природы и статуса. Библия утверждает, что она богодухновенна. С этим можно только либо согласиться, либо не согласиться. До тех пор, пока человек не решит этот главный для себя вопрос, Библия не принесет ему пользы. Поэтому, если у кого-то есть сомнения касательно богодухновенности Библии, исследуйте весь доступный в этом отношении материал и примите авторитет Библии. Итак, первое действие, которое осуществляет Библия, это научение. Второе – обличение. Используемое здесь в оригинале греческое слово «элигмос» означает дословно «опровержение ошибок». Это неизбежно для каждого, кто начинает знакомиться с Библией. На каких идеалах вы воспитывались? Что было нравственной и идеологической основой построения вашего мировоззрения? Даже тем из нас, кому посчастливилось родиться в благочестивой, богобоязненной семье, придется обнаружить, что Библия нас обличает, опровергает наши ошибки. И этот процесс, как правило, неприятный. Никому не нравится, когда указывают его ошибки. На этом этапе человек стоит перед выбором. Существует две возможных реакции. Первое – признать себя грешником и взять курс на исправление. Второе – изменить, приспособить, низвести весть Библии, перетолковать ее так, чтобы она соответствовала моему нынешнему образу жизни. К сожалению, многие идут вторым путем. Однако успеха достигает только тот, кто позволяет Библии обличать его и опровергать его ошибки. Откликаться на голос Святого Духа, который через Библию указывает на грех человека. Следующий шаг с Библией – это исправление. Для многих этот шаг кажется самым тяжелым. Человек говорит, «Я понимаю волю Божью, я признаю, что не прав, но у меня такой характер, у меня такие обстоятельства в жизни». Здесь важно остановиться и задать самому себе вопрос о природе Библии. Все Писание Богодухновенно. В Библии содержится сила. Это живая книга. С тех самых пор, как были написаны на ее первые страницы, Библия демонстрирует свою обновляющую, преобразующую силу в жизни людей. Священное Писание обладает уникальной способностью при изучении его менять жизнь. Последние действия Библии – наставление в праведности. Чем этот шаг отличается от научения? Слово «наставление» здесь в оригинале греческое «пайдея». Оно означает «дисциплина, тренировка». От слова «пайдея» ребенок. Оно передает идею возрастания. Дети растут и развиваются медленно. Вначале, когда ребеночек только появляется на свет, у него действуют главным образом крупные мышцы, потому движения у него довольно резкие. Затем постепенно он учится владеть и мелкими мышцами. Учится рисовать, потом писать. Очень важно в этом процессе не огорчаться, если не получается сразу. Главное – не останавливаться, находиться в процессе роста. Удивительно – настойчивость детей. Когда ребеночек учится ходить, например, он падает, но тут же встает, делает несколько шагов, опять падает, снова встает. Он тысячу раз проделывает одну и ту же операцию, пока не получится хорошо. И то, что он падает, его нисколько не беспокоит. Он чувствует, что в конечном итоге у него получится. Это же самое происходит и в духовной сфере. Наставление в праведности – это процесс роста. Таким образом достигается цель, которая обозначена в 17 стихе. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вот это аннотация к Библии. И это благая весть.